Причудливые набивные куклы, яркие и интересные панно в авторской технике текстильной живописи. Это собственный термин Елены Воропаевой, и он емко и точно передает самую суть творческого метода художника. Несмотря на то, что за плечами мастера уже более 40 лет педагогической деятельности в области детского художественного образования, собственный творческий путь был найден не сразу. Потребовались годы, чтобы найти свою технологию работы с текстилем и авторской куклой. Выставка персональная, первая в жизни. Ну, как бы я участвовала и раньше в выставках, но персональная – это у меня первая. Представлены работы, сделанные за несколько лет. Художественный текстиль и авторская кукла. Самая любимая работа Елены Воропаевой «Весна, хочется фруктов». Она выполнена в технике текстильный калаш. Я даже не могу объяснить, почему, но почему-то я ее очень люблю. Эту работу, у меня ее уже несколько раз спрашивали, просили, но я ее так никому не даю. Ну, из кукол я не могу даже сказать. Я их как-то вот всех люблю. Они какие-то все разные у меня получаются, поэтому я не могу выбрать, что вот я вот эту только люблю, остальных нет. Художница – большой друг Музея изобразительных искусств. На своей выставке она представила кукол, которые специально сделаны к иллюстрациям Владимира Зуева из коллекции музея. Это иллюстрация его к зарубежным сказкам, потешкам. И вот мы предложили Елене Юрьевне сделать куклы по этим иллюстрациям. И поэтому вы видите и саму иллюстрацию, и работу вот такой лис в кафтане здесь, как будто бы он сошел. Но в то же время художница, она творческая, поэтому придумают свою интерпретацию. И, конечно, это очень и очень здорово. Выставку «Иголочка-ниточка душа» можно увидеть до 19 мая.